Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я хотел бы дать ответ Василию Юнаку относительно его некоторых утверждений в отношении образов из Даниила 11 главы. Поясню, с чего все началось. Началось все с того, что я сделал утверждение о том, что доктрина о Троице является изобретением папства, и, соответственно, учение о Триединном Боге – это есть установление чужого Бога в учении христианской церкви. Василий попросил меня провести библейское подтверждение такому утверждению моему. В качестве библейского подтверждения я сослался на книгу пророка Даниила. Мы знаем, что пророк Даниил описал историю, всемирную историю и с особенным акцентом на истории христианства. В его пророчествах мы можем проследить пророчества об антихристе, которые проходят красной линией через всю канву тех образов, которые он представляет, вернее, Бог через него представляет. И вот я увидел, что это самый лучший способ найти подтверждение. То есть Бог является автором истории, и кто, как не Бог, может дать самую точную и объективную оценку историческим событиям как во всемирной истории, так и в истории христианской церкви. Так я привел вот этот текст из Даниила 11 главы, 39 стих, где сказано о деяниях царя Северного. «И устроит твердую крепость с чужим Богом, которые признают его, вот этого чужого Бога, тем он увеличит почести, даст власть над многими и землю раздаст награду». То есть вот упоминание о чужом Боге. Также упоминание об этом же Боге, который назван Богом крепостей, которого не знали отцы его, и этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать. И тем, кто его признает, он им окажет почести. Итак, в этом образе, я считаю, это законный образ относительно папства, потому что царь Северный, и это я покажу дальше, это действительно истинный образ папства. Все характеристики папства мы видим в этом образе царя Северного. Однако, Василий Юнак, он подверг сомнению это утверждение, сказав, что царь Северный в данном отрывке не относится к папству, а относится к атеизму. И вот наша с ним переписка, где он об этом пишет. Он относит это к атеизму французской революции. Вот это 36-й, начиная с 36-го стиха и далее, который приводит аргументацию, что атеизм отверг Бога, сам себя возвеличил, и как бы здесь говорится вплоть до сюда об атеизме. Но я категорически не могу с ним согласиться в этом его утверждении. И в качестве аргумента я хочу привести как мнение пионеров, но я знаю, это не авторитет для него и для многих тринитариев. Поэтому я приведу мнение современных ведущих адвентистских богословов. Мы знаем, что Джеймс Уайт он видел в этом образе, в образе царя Северного он видел папство. Однако я не буду сегодня говорить о нем. Давайте я приведу пример. Есть такой богослов в адвентистской церкви Вильям Шей. он является преподавателем университета Эндрюфского университета. Ведущий наш богослов. Он написал очень серьезный монументальный труд относительно книги пророка Даниила. И вот вы можете видеть его имя упомянуто. среди Вильям Шей. Также мы видим Джордж Найт, Джон Паулин. Это очень серьезные богословы. Эта книга взята в его исследования. Эта книга как вы видите она находится в библиотеке Заокской духовной академии. и ее по ней преподают студентам. То есть это серьезный считается труд. И вот на него я хотел бы сейчас сослаться. Давайте мы пролистаем немножко. Ну вот в принципе. Итак Вильям Шей еще немножко пролистаем. Вильям Шей он утверждает что царь Северный это есть образ папства. И он приводит вот такую сравнительную схему в которой он показывает что все характеристики папства которые мы встречаем в Данила 7 главе и в Данила 8 главе они в точности сопоставляются или сопоставимы к Данилу 11 главе именно упомянутому в ней царю Северному. То есть все его характеристики мы встречаем и вот в этих главах. Например вот такая характеристика здесь по-английски написано я переведу что он значит царь Северный не спровергает ежедневное вот то есть он пытается устранить систему спасения которую Бог установил вот в Данила 7 главе об этом ничего не сказано но вот в 8 главе 11 стихе об этом сказано и в Данила 11 главе в 31 стихе об этом сказано далее преследование в Данила 7 главе об этом мы читаем в 25 стихе в 8 главе об этом мы читаем в первой части 10 стиха, а в 11 главе об этом сообщается с 32 по 34 стих. Далее, самовозвышение, в 7 главе об этом мы читаем, в 8 стихе, в 20 стихе и в 1 части 25 стиха. В 8 главе об этом, о самовозвышении папства сообщается в 10 стихе, а в 11 главе, по утверждению Шея, с 35 по 39 стих. То есть, с 31 по 39 стих, он говорит, что здесь говорится о папстве. И как раз это тот отрывок, в котором и упоминается этот отрывок о чужом Боге. То есть, согласно Вильяму Шею, нашему богослову, очень авторитетному, ведущему, царь Северный в этих стихах представляет собой папство. Включая вот этот стих также. Но если это так, тогда, дорогие друзья, это очень серьезное утверждение, потому что здесь трижды сообщается о том, что папство установит крепость с чужим Богом. Вот здесь говорится о чужом Боге, здесь говорится о чужом Боге, и вот здесь говорится о чужом Боге, которого не знали отцы его. Почему царь Северный не может быть образом атеизма? Я приведу три причины. Первая причина заключается в том, что здесь есть такое выражение. «Бог отцов его». Вот, например, давайте 37 стих прочтем. «И о Боге отцов своих он не помыслит». То есть, отцов своих. Это говорит о том, что царь Северный… Ну, давайте сначала выясним, о каких отцах идет речь. Речь идет о патриархах, о пророках, об апостолах. То есть, о Боге Богов идет речь. Бог Богов – это живой и истинный Бог. И раз царь Северный о богах здесь написано, но в оригинале это Элохим, оно как раз указывает вот этого Бога, единого истинного. Раз тут говорится о том, что царь Северный о Боге отцов своих не помыслит, то есть, это говорит о том, что он признает этих отцов за своих. Это значит, что он христианин. Здесь показана христианская сила. Здесь показана христианская власть. Но христианская власть, которая с виду христианская, на словах христианская, на деле, он о Боге Богов говорит хульное. Он не признает Бога отцов своих, то есть, на деле. Почему? Потому что он установил поклонение Богу крепостей, который здесь называется чужим Богом. Как бы по этой причине царь Северный, что он считает отцов своими, мы не можем считать атеистом, то есть, образом атеизма. Вы помните, что иудеи говорили, Авраам, отец наш, а ты кто? То есть, они тоже признавали отцов своими, но тем не менее, о Боге этих отцов, они говорили хульное, то есть, они преследовали Христа. Христос говорит, если бы вы знали отца, то знали бы и меня, и слушали бы меня, но они его не слушали. И вот тут тот же самый образ мы видим. Мы видим, что это христианская власть. Это власть, которая претендует на то, что она знает отцов, что она знает патриархов, пророков и апостолов, и признает их на словах, но не на деле. Следующий аргумент заключается в том, что царь северный, он назван царем именно северным. Север, мы знаем, что в Библии, в пророческих книгах, в пророческих образах, это образ Вавилона. Это та сторона, откуда приходили суды на отступивший народ Божий. Это та сторона, откуда приходил царь Ассирийский, царь Вавилонский и производил суд над отступниками. Именно царь Вавилонский или царь Северный разрушил Иерусалим, сжег храм, племенил народ. И далее этот образ Вавилона, он присутствует в книге Откровения и в образе блудницы. И мы знаем, что блудница, она всегда представляла собой Рим, отступившую церковь. Следовательно, само вот это название царь Северный, оно уже подразумевает под собой религию, отступившую религию, а не атеизм. А вот царь Южный, он как раз таки всегда представлял собой атеизм. Почему? Потому что на юге был Египет. А вы помните фараон, что сказал Богу? Кто такой Бог, чтобы я слушал его? То есть он отверг Бога, и все исследователи видят в этом образе образ атеизма, то есть отвержение Бога. И мы знаем, что в книге Откровения, там, где речь идет о пророчестве, об образе французской революции, помните, 11 глава, то там применительно к этому пророчеству используются такие слова, что это Египет, Содом и Египет. То есть развращенность Содома и атеизм Египта проявились в характере французской революции. И, следовательно, упомянутый Египет, а Египет это была южная страна, и фараон был царем южным. Следовательно, царь Южный, он как бы ближе к тому, чтобы быть атеизмом. Мы знаем, что от атеизма произошел гуманизм, далее демократия, также социализм и другие измы. Я считаю, что и ислам тоже подходит сюда, потому что он, так же, как и фараон, отверкает истинного Бога. Но это немножко другая тема. Следовательно, само понятие северного царя говорит о том, что это религия, претендующая на то, что она знает истинного Бога. То есть она не отвергает Бога как такового, существования Бога. Но это лже-религия, которая враждует с народом Божиим. Это система вавилонской религии. И мы видим, что в сорок шестом стихе, ой, нет, в сороковом стихе, извиняюсь, в сороковом стихе царь северный сражается с царем южным. И как бы они сталкиваются. И тут, если Василий Юнак прав, как бы прав, то тут возникает следующий вопрос. На каком основании они столкнутся? То есть что, атеизм столкнется с атеизмом или как? Все-таки мы знаем из пророчеств, что папство, оно возьмет контроль над всем миром. И оно в итоге сможет подчинить все религии, все политические системы себе или взять контроль над ними. И именно об этом и сообщает нам вот этот вот сороковой стих в этой главе. И, следовательно, если царь северный – это атеизм, то с кем же он тут сражается? А вот если царь северный – это папство, тогда понятно, что папство в итоге подчинит себе и гуманизм, и демократию, и социализм, и ислам, и все остальное. И язычество, все-все-все абсолютно. То есть жена будет сидеть на звере в итоге. Следовательно, уже исходя из этого аргумента, также мы видим, что царь северный не может быть образом атеизма. И последний, третий аргумент. Мы знаем, что малый рок будет существовать до конца. Вот, например, мы читаем вот вот здесь вот восьмой главе, что он будет сокрушен не рукою. Есть еще и другие образы, в которых показано, что он будет существовать до конца, до конца мировой истории. что-то никак фокус не поймает. Вот поймал. Он будет существовать до конца мировой истории. И он будет сокрушен не рукой. То есть затем восядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять. И это говорит о том, что папство, оно тоже будет существовать до конца. И, следовательно, пророчества о нем должны простираться до самого конца. И мы, когда мы рассматриваем Даниила 11 главу, мы видим, что царь северный, он продолжает существовать до 45 стиха. где сказано, но придет к своему концу и никто не поможет ему. Здесь видно, что этот конец уже тоже не от руки, потому что далее описывается приход или пришествие Христа. То есть Михаил восстает и воскресение мертвых и так далее. То есть исходя из этого мы также видим, что царь северный это образ папства, которое будет существовать до конца. вот такие как бы аргументы, которые я хотел вам привести. Вот. Вот. Если мы посмотрим на этот образ, то мы видим, что здесь вот суммировано Даниила 2 глава, 7, 8, тут 11 тоже, просто нет образа. Мы видим, что вот Малый Рог, ну вот Рим, да, потом он нашел воплощение в Малом Роге и он будет до конца. Вот. И вот здесь он тоже действует и вот здесь он где-то будет сокрушен. И также вот царь северный, он тоже отсюда начинает свое существование и идет до сюда. Теперь давайте немножко рассмотрим текст. Так, обратите внимание. Начинаем с 31 1 стиха. «И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения». Вот. Этот же образ, этот же образ мы находим и в 8 главе книги Даниила. сейчас он сфокусируется, где также говорится о том, что он отнимет ежедневное, да, то есть тут также говорится об этом опустошительном нечестие. Вот. То есть мы видим вот связь, да, между вот этим деянием царя северного и вот этим деянием малого рога. Далее мы видим здесь следующее. «Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать». Так, обратите внимание, что вот в 39 стихе, где сказано, что он устроит твердую крепость чужим Богом, которые признают его, тем увеличат почести. То вот здесь вот эти тем, да, вот это есть вот эти вот нечестивые, поступающие нечестиво, о которых сказано, поступающих нечестиво он привлечет, привлечет, то есть которые признают, да, признают вот это слово, это значит привлечет. Вот видите, да, вот. И лестью. Каким образом лестью он привлекает здесь, в этих словах? Сейчас, одну секунду. Ой, ну что ж такое? Вот, поймал. Каким образом он привлекает лестью? Вот, лестью, да? Он привлекает лестью следующим образом. Которые признают этого чужого бога, тем увеличат почести и даст власть над многими, и землю раздаст в награду. Мы знаем, что кто признавал власть Папы, кто признавал его учения, то тем он оказывал почести. И те цари или обычные люди, они чувствовали себя хорошо. Мы знаем, что Инквизиция, когда она уничтожала людей, то она себе забирала их имущество. Часто, когда Папа призывал к крестовым походам, то он обещал определенные преимущества материальные. Имущество тех, кого они захватят. То есть, имущество еретиков он обещал, так называемых, тем, кто их сдадут или кто их уничтожит. То есть, мы, конечно, не можем точно говорить, что здесь именно об этом говорится. Но я хочу сказать, что в папской власти есть вот этот образ. Мы знаем, что папство, оно было такой период в его власти, когда оно назначало царей. Могло и не заложить царя свободно. Был и упадок у них также. Но вот этот образ присутствует в их истории, в истории папства. И вот я просто хочу показать, что 32 стих связан с 39. Следовательно, вот тут вот везде это один и тот же, это отрывок об одном и том же, а не о каком-то другом далее образе. Или о какой-то другой власти. Это та же самая власть, которую мы здесь видим. Далее обратите внимание на то, что здесь упоминается истинный Бог. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. То есть, вот тут вот говорится о мерзости, об отступничестве, период отступничества. Далее говорится о времени преследований. И тут важно отметить и то, что Василий Юнак говорит, что вот это и есть время 1260-летнего периода, а это уже что будет после. Я не согласен. Здесь идет просто описание этой власти со всех сторон. Например, когда мы читаем историю о Малом Роге в седьмой главе, то здесь мы тоже видим вот такие вещи. Например, мы видим, что вот в 25 стихе он против Всевышнего. Кстати, вот Всевышнего, да, и здесь тоже вот против Бога, Богов он действует. Да, мы видим, что не уважает Бога, Богов, и действует против него. И здесь также он действует против Всевышнего. То есть, вот такая характеристика, это одна и та же власть. И вот тут вот времена преследования, когда он преследует святых, да, и вот здесь тоже он преследует святых. Здесь не в хронологии это все описывается. Есть определенная хронология, но Данил прибегает и к тому, что он просто в разных вот последовательных утверждениях он описывает характеристики этой власти, что мы видим и здесь. То есть, вот здесь говорится о том, что эта власть будет преследовать, и что святые, чтущие Бога, они будут гонимы. Далее, вот в этом отрывке, как и Вильям Шей также тоже замечает, здесь идет речь о том, что царь Северный, вот эта власть, которую он представляет, она будет возвеличивать сама себя. И она будет действовать против истинного Бога. И о нем упоминается тут дважды, даже трижды. Ну, тут вот такое косвенное замечание на нем. А во всем отрывке четыре раза, можно сказать. То есть, это очень важно. И как же он будет действовать против Бога? Вот. Он возвеличит самого себя, как здесь сказано. Возвеличится выше всякого божества. То есть, он сам себя возвеличит. И он установит поклонение чужому Богу. И вот это очень важно. Об этом чужом Боге тоже говорится три раза. Раз. Вот. Два. И вот три. Он установит твердую крепость чужим Богом. Что это за твердая крепость? Ну, как я понимаю, если говорить о доктрине о Троице, то доктрина о Троице, друзья мои, это действительно твердая крепость. Это очень серьезная доктрина, которую вырабатывали и создавали гении философии. Идеологии, можно сказать. Вот. И в результате доктрина о Троице, она представляет из себя шедевр обольщения. Потому что так искусно подогнаны тексты. Так все вот скомпоновано, что создается впечатление, что это библейское учение. И очень трудно выступать против него, потому что это твердая крепость, это укрепленная крепость. Она укреплена, но не Божьим Словом, а человеческой мудростью. И я бы даже сказал, дьявольской мудростью. Но, конечно, Слово Божие ее изобличает. Но, тем не менее, она тверда, и она настолько твердо сидит в умах людей, что люди, которые следуют более церковным доктринам, нежели Слову, они просто не в состоянии освободиться от этого обольщения, обольщения этой доктрины. Поэтому здесь сказано, но Богу крепости, на месте его он будет воздавать честь. И этого Бога, которого не знали отцы его, опять отцы его, он будет честовать золотом, серебром и так далее. То есть, действительно, учения о триединстве не знали ни патриархи, ни пророки, ни апостолы, ни ранние христиане. Они не знали. И вот он установил это, он установил вот эту систему поклонения с этим Богом крепостью, этому Богу крепости, этому чужому Богу, как вот здесь написано. И далее я хотел бы сказать, что раз Священное Писание, оно показывает, что, говоря о папстве, оно трижды упоминает о чужом Боге, то это уже, друзья мои, очень серьезно. Мы должны обратить на это внимание. Тринитарные богословы, они не в состоянии дать верное истолкование этому сообщению, поскольку они считают, что Троица – это истинный Бог. И отсюда рождаются всякие нелепые толкования о том, что это финансовая какая-то система или еще что-то. Это какие-то очень далекие от текста идеи. Но текст говорит о том, что он ведет лже-поклонение. Он ведет поклонение чужому Богу. И это должно заставить задуматься всех, кто понимает, что папство – это антихрист. Все должны задуматься над вопросом, о какому Богу папство вело поклонение. И о какого Бога оно чтит. И достаточно открыть учебники по истории, чтобы увидеть, что первые вселенские соборы были посвящены выработке доктрины о Троице. Это была тяжелейшая борьба. Это была жестокая, впоследствии и жестокая борьба также. Это были очень трудные споры, диспуты. Когда решался вопрос истины, вопрос поклонения, объекта поклонения. Когда вырабатывалось или наоборот терялось, я не знаю, как, скорее всего, второе, учение истины о Христе. И потихонечку из пепла восставало иное учение. Учение об ином Боге, которое в течение определенного вредствующего положения. Далее мы рассмотрим несколько утверждений самих представителей папства по этому поводу. Прежде чем мы с вами рассмотрим несколько утверждений из Духа Пророчества, я хотел бы вам представить то, как папство рассматривает догмат о Троице и какое место этот догмат занимает в иерархии ее вероучения. Итак, внимание на экран. Это фотокопия из официального сайта католической церкви. Это катехизис католической церкви. И вот что папство утверждает. «Мы твердо верим и исповедуем, без всякой оговорки, что есть только один истинный Бог, вечный, бесконечный и неизменный, непостижимый, всемогущий и невыразимый, Отец, Сын и Святой Дух, три личности, но одна сущность и субстанция и природа». Не напоминает ли вам это о том, что учат все протестантские церкви, в том числе и АСД, о Боге? Это одна и та же концепция, дорогие друзья. Давайте посмотрим еще одно утверждение. На том же сайте вы можете видеть вот это утверждение. «Вера всех христиан покоится на Троице. Тайна Пресвятой Троицы является центральной тайной христианской веры и жизни, источником всех других тайн веры. Это самое фундаментальное и существенное учение в иерархии веры. Имеется в виду католическое. Итак, папство рассматривает доктрину о Троице как фундамент всей ее теологии. Это центр, видите, это самая центральная доктрина. Это источник всех остальных доктрин. То есть из учения о Троице проистекают такие учения, как святость воскресного дня, как приматер римского епископа, бессмертие души и многие-многие другие. Действительно, они теологически связаны с концепцией Троицы. И мы, как адвентисты Седьмого дня, как люди, которые понимают, кто есть Антихрист, мы не можем не обратить на это внимание. Мы не можем просто вот так отмахнуться от вот таких серьезных заявлений относительно той доктрины, которую мы также исповедуем, как и католики. Итак, мы только что увидели, что доктрина о Троице является фундаментальной и центральной доктриной католической церкви, из которой исходят все ее остальные учения. Это фундамент Антихриста, теологический фундамент Антихриста. А теперь давайте посмотрим на тот период, на то время, на тот исторический период, когда эта доктрина вырабатывалась. И посмотрим на нее с точки зрения духа пророчества. Какую оценку дух пророчества дает периоду первых вселенских соборов. Мы с вами сейчас обратимся к книге «Великая борьба», глава номер 3, которая называется «Эпоха духовной тьмы». И вот тут второй абзац сначала. От начала мы читаем. «Тайна беззакония вначале скрытно, незаметно совершала свое обольщающее и богохульное действие, а затем постепенно, приобретая все большую силу, уже открыто завладела сознанием людей. Языческие обычаи самым неприметным образом вошли в христианскую церковь. Этот дух соглашательства и уступок некоторое время сдерживался жестокими гонениями. Но когда гонения прекратились, и христианство вошло в царские дворы и палаты, тогда простоту и кротость Христа и его апостолов сменили величие и гордость языческих жрецов и правителей. А божественные установления человеческими измышлениями, измышления и предания. Формальное обращение императора Константина в начале четвертого столетия. Вот этот период. Видите, дух правительства заостряет наше внимание. Это период первых вселенских соборов. Это период, когда вырабатывалась доктрина о Троице. Вызвало большое ликование среди христиан, и мирское влияние под видом праведности проникло в церковь. Церковь стала быстро разлагаться. С виду побежденное язычество оказалось победителем. Его дух овладел церковью. Языческие учения, обычаи и суеверия соединились с верой так называемых последователей Христа. Итак, вот это время, когда формировалась доктрина о Троице, Елена Вайт пишет, что в это время языческие учения проникли в церковь. А какое самое главное учение вырабатывалось в это время? Откройте учебники по истории христианской церкви, и вы увидите, что самым главным учением, которое вырабатывалось в это время, это было учение о Троице. Следующее, это было учение о примате римского епископа. И третьим, по значимости, это было учение о святости воскресного дня. Перелистнем страницу. В этой же главе мы читаем, что в начале 4-го столетия, и вновь этот период, император Константин, который, кстати, председательствовал на Первом Вселенском Соборе Никейском, где закладывались основы тринитаризма, установил своим указом всеобщее соблюдение воскресного дня во всей Римской империи. День Солнца, почитавшийся язычниками, в то же время стал праздноваться христианами. Политика императора была направлена на то, чтобы соединить противоречивые интересы христианства и язычества. И к этому его побуждало духовенство. И вот здесь также мы читаем, что в 4-м столетии папство прочно утвердилось в мире. То есть три раза указывается вот этот промежуток времени. Дух пророчества указывает нам на это время, как на эпоху духовной тьмы, друзья мои. И я еще раз вам напоминаю, что именно в это время и закладывались основы тринитарной теологии. И сегодня многие сторонники догмата о Троице склонны считать это время временем Великого Света, когда истина ярко сияла и освещала все вокруг. Но дух пророчества дает совершенно другую оценку этому времени. Она говорит, что это была эпоха духовной тьмы, когда языческие и человеческие лжеучения проникли в церковь. А какие учения, я повторно задаю вопрос. Первое из всех, самое главное учение, это было учение о Троице, которое вырабатывалось в это время. И может ли быть так, чтобы на одних и тех же соборах, на которых поставлялась мерзость запустения, вот эти вот учения о святости воскресного дня, о примате римского епископа, о культе Девы Марии и так далее, чтобы в это же время на этих же соборах параллельно проливался свет с неба, а великий свет о Троице. Не может этого быть. Писание говорит, не может из одного источника течь горькая и сладкая вода. Это противоречит Писанию. Такое утверждение противоречит Писанию и противоречит духу пророчества. Итак, мы видим, что учение о Троице было сформулировано и принято церковью в период, которому дух пророчества дает очень нелестную оценку. Учение о Троице формировалось параллельно с такими учениями, как примат римского епископа, святость воскресного дня, куль Девы Марии и многих других составляющих вино вавилонской блуднике. А вот что об этом периоде сообщают пионеры адвентизма, пионеры того движения, которому мы принадлежим, создатели этого движения. Джеймс Уайт пишет, «Тайна беззакония начала действовать в церкви еще во времена апостола Павла. В итоге, вытеснив евангельскую простоту и исказив вероучение Христа, она вергла церковь в пустыню». Мартин Лютер и другие реформаторы восстали в силе Бога со словом и духом и совершили мощный скачок в реформах. Но величайшей ошибкой стало то, что реформаторы остановились в реформах. Если бы они продолжали реформы и далее, до тех пор, пока не оставили позади последний след папства, а именно, внимание, естественное бессмертие души, окропление, Троицу и почитание воскресного дня, тогда сегодня церковь была бы свободна от небиблейских заблуждений. Итак, мы вновь видим, что догмата Троицы находится в компании с такими учениями, как «Воскресный день», «Бессмертие души» и другие папские заблуждения. Как я уже говорил выше, догмата Троицы вырабатывался гениями философии, философской науки, очень учеными мужами. И поэтому в пророчестве Данил говорит, что царь Северный устроит твердую крепость чужим богам. Действительно, догмата Троица представляет из себя крепость. Это шедевр обольщения. Это настолько слаженная система, в которой настолько безупречно, можно даже сказать, подогнаны тексты священного писания, подогнаны всякие факты, настолько философски все обработано, что очень трудно вскрывать это заблуждение, даже при помощи Писания. Однако, Слово Божие все равно вскрывает его, и Бог не оставляет свой народ без света. Давайте прочтем еще одно утверждение Духа Пророчества. Это свидетельство для церкви, том 5, страница 710. Мы читаем. Ошибки и несуразности, многими признаваемые за библейские учения, на самом деле это ложное толкование писаний, принятое в эпоху мрачного средневековья, папской тьмы. Многих людей это привело к тому, что они легко, что они лелеют превратное представление о Боге, введенные, как иудеи, в заблуждение ошибками и традициями своего времени, имеют ложное представление о Христе. Итак, мы видим, что Дух Пророчества говорит о ложном понимании, ложном представлении о Боге, которое было введено в эпоху мрачного средневековья, папской тьмы. Разве не об этом ли утверждал и Джеймс Уайт? Не это ли доктрина имеется здесь в виду, о которой мы говорили выше, которая является доктриной о Боге, представленной в виде Троицы, которая является центральной доктриной папства? Давайте еще одно утверждение посмотрим. У тысяч людей неверное представление о Боге и его качествах. Они точно так же служат ложному Богу, как и поклонники Ваала в древности. поклоняемся ли мы истинному Богу, открытому в природе, в личности Христа, в Его Слове, или обожествляем какой-нибудь философский идол? Это очень точное определение догмата о Троице, возведя его на место Бога. Бог есть Бог истины. Действительно, догмат о Троице, он утверждает, что Бог, истинный Бог, который в Священном Писании представлен как живой Бог, как живая личность. Писание представляет истинного Бога личностным Богом. Но догмата Троицы представляет его не личностным. Троица утверждает, что Бог это группа из трех лиц. Вы понимаете, что это действительно и есть вот этот самый философский идол, о котором здесь написано. Это тот самый ложный Бог. Это вот этот вот чужой Бог, который установлен в твердой крепости. Вот. И здесь он назван Богу крепости. Вот об этом и сообщает нам дух пророчества в данной цитате. Пророчество Даниила сообщает, что царь Северный, он поступающих нечестиво против завета, привлечет к себе лестью. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня и плена и грабежа. И здесь мы видим параллели, как он привлекает. То есть те, которые признают вот этого чужого Бога, он их воздаст почести и всякие блага. И действительно мы находим осуществление вот этого пророчества в связи с доктриной о Троице. Мы знаем, что доктрина о Троице она запятнала себя кровью христиан. Как католики запачкали себя кровью христиан из-за этой доктрины, так и протестанты. Об этом мы сейчас немножко поговорим. Итак, все, кто не принял папского учения о Боге, были сокрушены силой римского меча. Папство сотрудничало с государством и расправлялось, очень жестоко расправлялось с теми, кто отвергал ее доктрину, самую основополагающую. И вот сейчас мы с вами рассмотрим несколько фактов. Итак, первый факт. Вот приведу вам стату из книги нашего адвентиста Бенджамина Уилкинсона в книге «Триумф истина», глава 10. Ульфила. Ульфила был епископ готов. Тех самых готов, которые были с корнем исторгнуты. Он учил их тому христианству, которое было распространено в доникейские времена. Это то древнее христианство, которое еще от апостолов далее и далее передавалось. И вот о нем наш брат пишет «Ульфила пошел дальше. Церковь императоров, которую он отверг, не желая нести ее учения северным кочевникам, позже уничтожила суверенитет тех народов, которые исповедовали его веру. Они были завоеваны не учениями Нового Завета, не миссионерскими усилиями, но безжалостным мечом. Хотя у готов было отнято независимое правление, этот народ продолжал жить. Готы жили в порабощении, но никак не выказывали любви к непонятному символу веры, которому их обучали с помощью ударов кнута. Под непонятным символом веры имеется Никео-Цареградский символ веры, которым были заложены основы тринитаризма. В 532 году римский император Юстиниан издал известный декрет, который стал основанием для изгнания церкви, хранившей апостольскую веру, и гонения на нее на протяжении 1260 лет Средневековья. И вот Арчибальд Боуэр говорит о декрете Юстиниана следующее. Декрет, который он издал для объединения всех людей в одной вере, будь то язычники или христиане, состоял в следующем. Если же в течение трех месяцев они не примут и не исповедуют католическую веру, мы уже говорили о ней выше, что составляет основу католической веры, это учение о Троице. И я вам скажу, что папство в то время и сейчас в принципе оно делило христианский мир на тех, кто принимал тринитаризм и на тех, кто его отвергал. Кто принимал, значит свои, кто отвергал, значит подлежат уничтожению. И вот здесь мы это видим, что если они не примут и не исповедуют католическую веру, то будут лишены гражданских прав и сняты со всех должностей, гражданских или военных. Они не смогут оставить завещание, а их личное имущество будет конференцировать конфисковано. Мы в пророчестве с вами читали, что значит разумные они пострадают от меча и огня, плена и грабежа. И здесь мы тоже читаем, что их имущество, декрет Юстиниана, кто не примет католические доктрины, будет конфисковано. Это были сильные аргументы в кавычках естественно в пользу католической веры. однако многие отвергли их и против таких людей имперский декрет был исполнен с чрезвычайной строгостью. Великое множество было изгнано из своих жилищ с женами и детьми, раздетыми и ногами. Другие бежали, унося все, что могли захватить собою, но у них отнимали и то, что было, что было. Многих из них бесчеловечно убивали католические крестьяне или солдаты, которые охраняли проходы. Вот так исполнилось пророчество. И вот так церковь была изгнана в пустыню. Та самая церковь, которая впоследствии была известна как Вальденци, она начала свое существование как отдельное так скажем тело, вот именно с этого кризиса, дорогие друзья. Под Вальденцами подразумевались разные группы. Впоследствии они имели отличия в своих взглядах. Были катары, альбегойцы, петро-бруссиане, последователи Вальдо и так далее. Но многие из них сохранили то отличие, из-за которых их вот тут вот и изгнали. Многие не признавали догмат о Троице, за что и в средние века также были жестоко преследуемы и гонимы. Но не только папство принесло столько кровавых жертв вот этому чужому богу, но и протестантский мир также запятнал себя кровью мучеников именно в связи с доктриной о Троице. Единственная жертва протестантизма связана с доктриной о Троице. Я хотел бы вам представить, что вот такую личность Мигель сервит, испанский мыслитель, естествоиспытатель, врач, который в Европе описал малый круг кровообращения. очень умный человек, очень пылкий человек. Он был сожжен на костре 27 октября 1553 года в Женеве по приказу Жанна Кальвина за антитринитарные убеждения. Это очень постыдная история, которая омрачает историю протестантизма, но мы должны с вами все-таки обратить внимание и на нее. В переписке с Кальвином Мигель сервит писал «Но если ты честно полагаешь, что Папа Антихрист, то должен быть также уверен в том, что триединство и таинство крещения детей, догматы, образующие часть католической веры, являются догматами демона». За это он, в принципе, и поплатился своей жизнью. К сожалению, Жан Кальвин очень плохо повел себя с серветом. Во-первых, он составил на него тайный донос в инквизицию, в ту структуру, которая погубила многих его соратников. Но когда его тайный план провалился, он решил лично разделаться с серветом. Когда у него появилась такая возможность, он его арестовал и многие месяцы держал в нечеловеческих условиях. И далее он постановил, чтобы казнить его через сожжение на медленном огне. Это жесточайшая пытка, которую даже инквизиторы применяли крайне редко. Я долго размышлял над тем, что побудило Кальвина проявить такую жестокость по отношению к сервету лишь только за антитринитарные взгляды. И пришел к выводу, что это не случайно. Доктрина о Троице это одна из самых кровавых доктрин в истории христианства. Я бы даже сказал самое кровавое. Именно ей были принесены множество кровавых жертв в лице мучеников и изгнанных христиан. Когда сервет узнал об этом, он умолял Кальвина, чтобы тот заменил ему казнь. Он говорил, что я просто могу не выдержать, я хочу остаться при своих убеждениях, но пожалуйста не мучай меня, ты же христианин. Но Кальвин наотрез отказался. Он был жесток и безразличен, холоден, как камень в данном случае. И более того, он поспешил воспользоваться этим моментом, чтобы заставить сервета отказаться от своих убеждений. Он послал к нему фореля, через которого как бы пытался склонить сервета, мол, отрекись всенародно от антитринитаризма и ты умрешь более такой в кавычках гуманной смертью. Но сервет все-таки в последние минуты он преисполнился мужества и умер как мученик, умер в страшных мучениях, но не отказался от своих убеждений. И вот эта казнь она произвела огромное впечатление на многих мыслящих людей. Было написано много книг по этому поводу, в которых сервет вошел как первая жертва протестантского фанатизма, а я бы даже назвал протестантского тринитаризма. Почему Кальвин поступил так? Что его заставило? Это вопрос. Но я считаю, что в действиях Кальвина виден образ действия протестантизма в будущем, который создаст образ зверя и будет преследовать церковь остатка, как об этом сказано в пророчестве. Я знаю, что некоторые меня раскритикуют, мол, вот он критикует Кальвина, великого реформатора, а дух пророчества говорил о реформаторе хорошо. Я не критикую в плохом смысле этого слова. Я лишь рассматриваю факты такими, какими они были. И, кстати, дух пророчества также имел, представил очень взвешенный взгляд в данном вопросе. Вот обратите внимание на вот эту цитату из книги «Великая борьба». Леноват пишет «Учение о том, что Бог дал Церкви право господствовать над совестью, выявлять и наказывать ересь одной из самых глубоко укоренившихся заблуждений папства. Отрекаясь от католического вероучения, реформаторы в то же время не были вполне свободны от его духа религиозной нетерпимости». В XVII веке еще не рассеялся полностью тот густой мрак, которым в течение долгих столетий папство окутывало все христианство. «Великая борьба» страница 292 оригинала. Итак, Елена Вайт пишет, что реформаторы в то же время не были вполне свободны от духа религиозной нетерпимости. И это мы видим на примере Кальвина. Далее она пишет «В своей общественной деятельности он, Кальвин, не избежал ошибок, а его доктрины не были свободны от заблуждений». Далее она признает его вклад в протестантизм, в историю протестантизма, реформации, но тем не менее она вот здесь все-таки пишет, что его доктрины не были свободны от заблуждений, и он не избежал ошибок. И история с серветом это была действительно ошибка в его жизни, а его исповедание относительно Троицы это также было заблуждение, доктринальное заблуждение. Сейчас несколько слов я хотел бы сказать о России, об антитринитарных истоках, христианских истоках на Руси. И вот оппозиция доктрине о Троице была не только в Европе, но она также достигла и Россия. Историк Кузьмин в своей книге «Начало Руси. Тайное рождение русского народа» поддержал версию, что раннее христианство на Руси носило арианский характер. вот его это утверждение сейчас моего он утверждает, что Мефодия, как было отмечено выше, равно как и русское письмо связывали с орианской ересью и в символе веры сохранился именно орианский символ веры. Осуждение Мефодия произошло на соборе в Сплите в 1067 и 1072 годах, где он был объявлен еретиком арианином, который изобрел готские буквы, и было принято решение о богослужении только на греческом и латинском языках. Все это лишний раз доказывает тот факт, что раннее христианство на Руси носило арианский характер, исповедуя Отца единым истинным Богом и Христа рожденным Сыном Божиим. Это является просто потрясающим фактом, в пользу того, что для раннего христианства тринитаризм был абсолютно неприемлемым. То есть, отсюда видно, что Кирилл и Мефодий, которые были в принципе миссионерами, они не разделяли тринитарных убеждений. Это еще раз подтверждает, что тринитаризм не был общераспространенным. Более того, основное ядро ранней христианской церкви не принимало его. Также я хотел бы сказать несколько слов о реформации, которая затронула и Россию. Дело в том, что в России реформация проходила несколько обособленно, не так ярко, как в Европе. Однако она была доктринально более чистой, поскольку люди, которых можно назвать реформаторами в России, они провозглашали о святости субботы, они воздерживались от нечистой пищи. И что самое интересное в связи с нашей сегодняшней темой, они отвергали догмата Троицы. Так, движение стрегольников на Руси. Вот. Оно известно как движение, которое отвергало церковный догмат о Троице. Также движение жидовствующих на Руси. В него входили в основном люди высшего света. Если стрегольники состояли в основном из простого народа, то тут уже свет был. Почему их называли жидовствующими? Потому что они соблюдали субботу, не ели свинину и отвергали догмат о Троице. Вот. Они известны как антитринитарное движение в научной литературе. Вот. И это действительно очень интересные факты. Это еще раз подтверждает, что раннее христианство, оно было нетринитарным. И когда тринитаризм появился, оно стало выступать против него. И отголоски его сохранились в разных уголках нашей планеты. Жидовствующие истрегольники были уничтожены, с ними очень жестоко расправились. И здесь также осуществилось вот это пророчество о том, что те, кто будут чтить своего Бога, истинного Бога, они будут страдать от меча и огня, от плена и грабежа. Их сжигали, уничтожали, топили, кололи и так далее. То есть расправлялись очень жестоко. От них не остался и след. И поэтому в принципе в России затем и повторилась история Франции. Франция тоже когда-то отвергла свет. И Россия тоже его отвергла и за это расплатилась в свое время безбор коммунизма. Сейчас я хотел бы представить вам одну цитату Духа Пророчества, которая очень актуальна для адвентистов седьмого дня, для нас, дорогие братья и сестры, по свете вот этой темы, которую мы с вами рассматриваем. Свидетельство для церкви, том 1, страница 609. Мы читаем. Лена Вайт пишет. Мне было указано на древний Израиль. Всего два взрослых человека из того огромного множества, которое вышло из Египта, вошли в землю ханаанскую. Мертвые тела непокорных остались лежать в пустыне по причине их беззаконий. Современному Израилю угрожает еще более серьезная, чем этим древним людям опасность забыть Бога и увлечься идолопоклонством. Даже соблюдающие субботу поклоняются сегодня многим идолам. Бог особо заповедал своему древнему народу хранить себя от идолопоклонства, ибо в случае уклонения от служения живому Богу людей его настигло бы его проклятие. Но если бы только они возлюбили его всем сердцем, всей душой и всей крепостью своей, он бы обильно благословил их духовно и материально и избавил от всех болезней. Итак, мы видим параллель между опытом древнего Израиля и опытом современного Израиля церкви остатка. И вот это предостережение о том, чтобы не уклониться от служения Богу живому, оно очень актуально для нас сегодня. Это действительно так, это пророческие слова, братья и сестры, они напрямую относятся к нам и исполняются в нашей жизни сегодня. Сегодня адвентисты седьмого дня в вопросе Троицы оказались в похожем положении и состоянии, в котором пребывает весь протестантский мир, в вопросе соблюдения субботы, по вопросу соблюдения субботы. И я хотел бы вам представить сейчас несколько интересных фактов в связи с этим. Вот в этой книге католического автора Why don't you keep holiday sabbath day на русском языке это означает почему вы не соблюдаете субботу, не светите субботу, вот в этой статье которой католики открыто заявляют протестантам, что принятие протестантами принципа соло-скриптура Библия и только Библия должно было неизбежно привести их к признанию святости седьмого дня субботы, чего они не сделали. Но это еще не все. Протестантский мир пошел еще дальше и признал традицию, введенную католической церковью за тысячи лет до появления протестантизма как движения. Речь идет о святости воскресного дня, установленного церковью вместо субботы. Этот отход протестантов от принципа соло-скриптура приводит в изумление самих католиков, которые с удивлением наблюдают за этим необъяснимым процессом. Вот я хочу вам показать, что значит они пишут о протестантах и адвентистах кстати тоже. Вот в этих фотокопиях вы видите утверждение правда на английском языке утверждение католиков, папистов, где они говорят, что или протестантизм и соблюдение субботы или католицизм и соблюдение воскресения компромисс невозможен. И они говорят, что в данном вопросе адвентисты седьмого дня являются единственными последовательными протестантами. Это действительно так, потому что в данном вопросе субботы адвентисты седьмого дня они придерживаются ясного принципа соло-скриптура в соблюдении четвертой заповеди. И вот католики говорят, что если вы протестанты, если для вас Библия это единственный авторитет и источник веры, то вы также, как и адвентисты, должны соблюдать субботу вместе со всеми иудеями. Вот так они говорят. Это очень интересное утверждение. Однако адвентисты попались в другой капкан. Обратите внимание, что пишут католики, паписты, относительно другой их доктрины, которая по их же словам также не находит основания в Писании, как святость воскресного дня. И вот сейчас я вам представлю эту доктрину. Значит, это фотокопия из журнала Life Magazine за 30 октября 1950 года, страница 51. Наши оппоненты, пишет Римско-католическая церковь, иногда говорят, что никакое вероучение не должно быть догматически закреплено, если этому ясно не учит Священное Писание. Однако же протестантские церкви приняли такие догматы, как, например, Троицу, которая не подкрепляется четко авторитетом Евангелия. Вот этот текст, где говорится о Троице. И вы знаете, они правы. Другими словами, они утверждают, что фактически другими словами они бросают адвентистам вызов. Мол, если ты адвентист седьмого дня, для которого Библия есть высший авторитет, то тогда почему ты принимаешь центральную католическую доктрину о Триедином Боге. И, следовательно, ты уже живешь по католическому правилу, согласно которому церковь стоит выше Писания. Ведь они же здесь вот прямо говорят, что доктрина о Троице, она четко не подкрепляется Евангелия. И папству вообще свойственна вот эта открытость и прямота. Они говорят, что да, Библия не поддерживает соблюдение воскресения. Библия утверждает о соблюдении субботы. Но мы выше Библии, церковь выше Библии. И вот церковь осветила воскресный день. И поэтому мы соблюдаем этот день. И здесь они также говорят, что да, Библия не поддерживает доктрину о Троице. Это церковь установила. И если вы, адвентисты, следуете этой доктрине, то тогда где же ваш принцип Соло-Скриптура? Тогда какие же вы протестанты? И какие же вы адвентисты? И они правы. То есть если ты решил жить по католическому принципу, тогда почему ты адвентист и протестант? Если ты принимаешь католические доктрины, которые, как заявляет сама католическая церковь, не имеют основания в Писании, а лишь в традиции, тогда ты обязан возвратиться обратно в лоно церкви, ибо ты уже не протестант. И они правы, дорогие друзья. Вы понимаете, что как посредством воскресного дня, святости воскресного дня, так и посредством учения о Троице, папство наносит удар в самое сердце адвентизма и протестантизма вообще в наш великий принцип соло скриптура. И поэтому для нас очень эта тема очень важна. Мы должны понять, что нам необходимо быть теми людьми, о которых вот здесь сказано, чтущие своего Бога, истинного Бога, Бога Богов, Бога Отцов наших, Бога Авраама, Исаака и Якова, а не Бога папства и папских теологов. Нам необходимо возвратиться к живому истинному Богу, и тогда мы получим дар Святого Духа, тогда нам не придется тратить годы в молитве о Святом Духе, которые так и остаются неотвеченными, тогда произойдет великое пробуждение в народе Божьем, но прежде вот этот чужой Бог должен быть неспровергнут, установленный Царем Северным и папством. Да, нас ожидает меч, огонь, плен и грабеж, потому что решается вопрос о поклонении, чей авторитет мы примем, примем ли мы авторитет Слова Божьего или же мы примем авторитет отступившей Церкви. Решать каждому из нас, решать вам, дорогие друзья. Я от всего сердца молюсь Господу за всех моих братьев и сестер, за моих дорогих адвентистов Седьмого дня. хотя я и был исключен из Церкви по этому вопросу, все же я остаюсь адвентистом, я люблю нашу Церковь, я не отношусь к тем, кто ее огульно хает. Я желаю помочь чем могу, что Господь мне открыл, я пытаюсь это возвестить. Братья и сестры, я прошу вас, молитвенно размышляйте над этим вопросом. Я понимаю, что это нелегко, я понимаю, что мы привыкли к этой доктрине. Я сам был более 20 лет в этой доктрине и совсем недавно, как я понял, что она не библейская и отверг ее, я помню, через какую ломку я проходил, я помню, как мне тяжело было избавляться от этого заблуждения. Но Бог дал мне Духа истины. Бог открыл глаза. Та масса свидетельств из Священного Писания относительно этого вопроса, которая лежит буквально на поверхности, она убедила меня. И сегодня я благодарен Богу, единому истинному Богу, Отцу и Его единородному Сыну, нашему Господу Иисусу Христу за этот свет. Бог желает излить потоки Святого Духа на свой народ, и поэтому Он сегодня послал эту весть, это прямое свидетельство о себе и о Своем Сыне. И в результате этого прямого свидетельства сегодня в нашей церкви идет просеивание братья и сестры. Будьте же среди тех, о которых сказано здесь, люди, чтущие своего Бога. Их изгнали из церкви, те, которые думали, что они просеивают вот эти ходы, а в действительности они сами остались просеян, оказались просеянными. Так не окажитесь в числе вот этих людей, в числе тех, которые почитают, признают вот этого чужого Бога, установленного Антихристом. Придите к истинному Богу, к Богу Отцов наших, к Богу Авраама, Исаака и Якова. Да благословит вас Господь! Моя молитва о всех вас, о всех адвентистах седьмого дня, а также не адвентистах, которые будут смотреть это видео. Пусть Бог благословит вас, мои дорогие, ваши семьи. И я надеюсь, что все мы будем в вечности прославлять единого истинного Бога и Его единородного Сына, Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Субтитры Христа